Всем привет! Это прохождение Horizon Zero Dawn. С вами Можей Гризли. И мы идем выполнять дополнительное задание Спрос и предложение. Как и договаривались, повыполнять немножечко дополнительных заданий для того, чтобы повысить уровень. Например, за это задание нам дадут 2500 опыта, это коробку с щедрой наградой и коробку с внушительной наградой. Также я ходил к торговцу и купил у него тут себе следующую штуку. Интересную довольно-таки взрыв, прощаю. Гремучник. Этот самострел выпускает сразу несколько снарядов, летящих на небольшое расстояние. Он эффективен в тех случаях, когда важнее не точность, а число попаданий может быть модифицировано. То есть, чем он интересен? Он выпускает как электрические снаряды, так и металлические снаряды. И причем выпускает сразу же несколько штук. Вот так вот он выглядит. Гремучник. Например, сейчас выпустим. Главное, ни в кого не попасть, а то местные жители на нас разозлятся. Давайте он, наверное, туда пробежим да и постреляем просто в водичку. Опа. Так. Вот так вот он стреляет. Это металлические снаряды. Можно их 75 штук. И электрические снаряды. То есть, много нам попадалось машин с уязвимостью именно к электричеству. Не знал я, где их взять. Вот у торговца сейчас купил. Вот видите, стреляют такими электрическими снарядами. Ну, пока мы идем убивать щелкозуба, поэтому воспользуемся огненной стрелой охотничьего лука карха тьмы. Так. Ну, побежали. 250 метров нам пристег бежать. Так, правильно ли мы бежим? Правильно. Продал я все, весь ненужный все ненужные припасы, которые у меня были. Также купил по максимуму всяких разных целебных этих склянок. И я найду тебе применение. Ну, да, и вот у меня вопрос возник, конечно, в предыдущей части мы с вами проходили котел, котел Дзета, и нам дали возможность приручать, перехватывать управление над такими машинами, как камнегрыз. Встречались мы с этим камнегрызом, когда выполняли дополнительное задание «Кровь на камне». В каменоломне мы там ходили, он там стражников всех перебил. Так вот, он же там совсем дикий такой, быстрый, просто вылазит из земли. Быстренько там напал, пострелял, побил, и все, и обратно. Так, и нам нужно линзы щелкозуба. Так вот, щелкозуб, ну, конечно, не факт, конечно, что там в нем она будет присутствовать, эта самая линза. Ну, будем надеяться. Так, ну, конечно, вот видите, такое болотце, либо... Ох ты, как быстро он! Вылез ты! Так-так-так. Неожиданно, не дает, что-то. давайте, наверное, его приручим, там я вижу второй, тоже в этом болотце. Пускай дадим возможностям побиться между собой. Совсем он там пальму все сносит. Просто огромный сильный зверь. Так, я смотрю, нашим он там вырубил. Наш немного в нокдауне находится, сейчас наклимается. Эх! стреляется, огрызается. Ах! Напал наш! убил! Так, ну, нашего щелкозуба наверное, давайте тоже убьем, а то за кое, когда у него заканчивается вот это вот время пока он приручен, становится сразу же на злую, на сторону зла, так сказать. Так, вот и линзы щелкозуба собственно. Все, вернитесь к торговцам. Написано. Так, все, нету там больше никаких щелкозубов. Так, ну что, побежали к торговцам. Делаю запасы. да, то есть, как вот перехватывать там управление собственно над такими машинами. понятно, вот, то есть, против громозила мы дрались, он там ходит, бродит, к нему, там можно подкрасться незаметно. Он такой, пока он один, не видит, что мы его атакуем, он такой неспешный довольно-таки. Но, камнигрыз-то он совсем же, как вот его приручить-то, непонятно. так, ну у нас есть линза долгонога, долгоног, да, по-моему, линза щелкозуба. Сейчас мы этой парочки все-то отдадим. Мне кажется, несмотря на то, что они получат, то, что они хотели, все равно они продолжат спорить. Так, вот они. Вот они тут стоят, спорят все время. Так, у меня есть обе линзы. Я принесла обе детали. Ну, что скажете? А нельзя ли купить только одну из них? Ты купишь не то, что надо, так что давай-ка плати ей за обе. Конечно, конечно. Вот, держи, раз уж такова за это цена. Раз уж такова цена, да нам еще повезет, если линза щелкозуба покроет убытки. Какие такие убытки, углежок несчастный? Будь у тебя воображение, ты бы все отдал за линзу долгонога. У меня есть воображение, когда ты этой вот ерундовиной гремишь, я воображаю твой череп. Ты сразу сказал, что мы не будем заниматься скупкой лома, так, дело завершено. Коробка слушательной награды нам дали, ну, я так, как я и говорил, они продолжили спорить, ничего там не договорились, они там был, там был вариант, конечно, сказать сначала, что у меня есть линза долгонога, потом есть вариант сказать линза щелкозуба, то есть, ну, зачем, то есть, они и так там спорят, зачем все это распылять и спор их еще сильнее. Так, коробку слушательной награды нам дали, давайте посмотрим, что там за такая внушительная награда. Металлические осколки, столяшок и морозильная вода, я, кстати, вот только что продал в огромнейшем количестве морозильных вод. Так, и мы с вами хотели выполнять побочное задание следующее. смертельное наследство. Вот, Ранаман, сын аристократа Карха, едва не погиб, когда на поместье его отца напали машины. Он хочет, Элой перебил эти машины и выяснил, и выяснил, уцелел ли хоть кто-нибудь из его родных. Так, оно где-то тут недалеко, давайте его активируем, покажем, посмотрим на карте, где оно. Ну, я думаю, пешочком как раз-таки и прогуляемся до туда. Кстати, можно зайти по пути металлический осколок, ой, металлический цветок, вот это вот собрать и активировать вот этот. Так, активировать вот этот костер. Ну, я смотрю, зараженная зона, тут 23 уровня. Думаю, давайте и туда тоже заглянем. Так, сначала до костра, потом зараженную зону и выполнять задание смертельное наследство. Все-таки я хочу испытать вот этот вот гремучник. Хочу, чтобы нам попала какая-нибудь машина, у которой есть уязвимость к электричеству. Таким, мне интересно новое оружие. Так, ну вот я смотрю, недалеко, не так далеко уж этот костер-то и находится. Довольно-таки быстро мы к нему добрались. Так, вот еще один тут я смотрю цветочек. Давайте его соберем. Это тоже соберем. Древесник тоже нам необходим для того, чтобы создавать боеприпасы к этому гремучнику. Поэтому нужно его собирать обязательно. Вот зараза бой, кстати, который там тоже растенится, только что росло. Вот он. Он необходим для того, чтобы создавать всякие разные там опять-таки ловушки, но я им не пользуюсь. поэтому не будем сбивать место в сумке. Так, это кто у нас? Это у нас по-моему бегун, да, зона обитания бегунов. Так, вот металлический цветок у нас тут где-то там на вершине он находится. надо нам найти место на скале, по которому Илой может на нее забраться. Так, а что это? Бегуны собрались нас атаковывать, что ли? Это слабое животное, по-моему, слабая машина. По-моему, самая первая машина, которая на нашем пути попалась. Поэтому вот так вот с двух ударов мы ее убиваем. Так, а там я смотрю у нас вот бомба, а следовательно там у нас ловчие. Я смотрю ловчие там с кем-то дерутся. и мы находим место, где можно забрасываться к этому самому цветочку нашему, избегая тем самым битвы с ловчими. Так, торговец. Кстати, торговец, давайте у него знаете, что купим у торговца сундучок азартный игрок. Металлический осколок. Не знаю, вообще попадется ли когда-нибудь. Так, вот и цветочек. довольно-таки быстро мы его находим. Необычный. Необычный, да. Так, металлический цветок неизвестной конструкции. Вот тут опять нам фрагмент кода приводит в форме в виде стихотворения пара туманов и урожаев. Закадычный друг взрослеющего солнца. С ним шепчешься ты о том, как соками наполнить лозу, что отбивает кровлю скрытую тростником и так далее. Так, и у нас вот тут зараженная зона 23 уровня. Так, и также есть скала черного крыла лагер разбойников. Ну а что, ну давайте наверное все и сделаем. на пути нашего следования лежит. Так, меня конечно интересует можно ли отсюда быстренько не теряя времени спрыгнуть. Есть ли тут возможность спуститься по веревке. Так, ну я думаю если без веревки отсюда прыгать, то мы непременно разобьемся. Так, ну должна, должна, мне кажется тут быть возможность спуститься по веревке, потому что да, вот она. Потому что ох ты, ох ты, упали, но не, но не беда. Мимо вот этой вот ветка торчала такая, остаток дерева. Мимо нее мы соскользнули, так сказать. Да, сейчас мы зайдем. Так, ну а что, цветочек этот мы забрали? Забрали. Хорошо, цветочек нам засчитался. Так, зараженная зона тоже, я смотрю, не так далеко она лежит. Давайте наверное туда и отправимся. 200 метров всего. Да, вот так вот неудачно соскользнули. У меня, конечно, да, проблема возникает, то есть, когда мы ходили познакомиться с главарем сектантов без, я буквально там в самом конце по один там оставался сектант, я полез по этой веревке и так неудачно она соскользнула и упала. Это не пригодится. Потом падали мы там в котле много раз. Так, а мы же, собственно, идем в зараженную зону. Давайте, наверное, одежду, у нас тут же есть такая хорошая одежда, одежда, одежда знахарь, нора. Эти доспехи прошли проверку на прочность в суровых условиях священной земли. Они выставят под набором любых стихий. и так, нет, не то, ледяная охотница, пожирательница хвори, да, защищает владельца от заражения. Но она такая, необычная, то есть, очень редкие есть, есть редкие и необычные. Кстати, надо, надо посмотреть, будет в следующий раз у торговца, но все равно, я думаю, поможет нам. Так, зараженная зона, зараженная зона 23 уровня. активируем это задание. Так, и что у нас там записная книжка-то? А, ну это цветочек мы с вами открывали. Так, и кто у нас там? У нас там зараженный падальщик, зараженный коршун. У всех у них уязвимость к огню. Давайте, наверное, где там коршун? Где коршун? Коршун, вон он. падальщики совсем нам не страшны. Главное, вовремя отпрыгнуть от них, потому что, когда они умирают, они оставляют за собой такую сферу заражения. Так, коршунов, я смотрю, тут навалом прямо вон они там стережу, стерегут этих падальщиков. так, так, упал, но упал как и неудачно на какой-то выступ. Сферу заражения они такое оставляют после себя, когда умирают. Если ты в нее попадаешь, что тебе наносит удар, вот как сейчас, урон, вот как сейчас, то есть начинает кашлять, так, так, где там наши скляночки, начинает кашлять, ее, одолевает хворь, недуг, она начинает себя чувствовать плохо и из-за этого теряет здоровье. Так, ну что еще кто-то там, еще тут коршун, так, вот я смотрю, нам дали 35 уровень, хорошо, что мы сюда зашли. повысили уровень, так, ну все, зараженная зона освобождена, 35 уровень у нас, поэтому 23 уровня линзы коршуна, зараженная зона нам особо проблем не доставляет. вообще, как бы, тактику я, я такой тактики и придерживаюсь, в общем-то, во всех играх, то есть, не рваться там с низким уровнем на дополнительные, не на дополнительные, а на основные задания высокого уровня, чтобы там париться, так сказать, проходить это все там с потерей и огромного, с огромными потерями здоровья, постоянно там какие-то попытки одну, вторую испытывать, то есть, не люблю, когда враг как бы сильнее, мы же вроде бы как бы вглавенствуем в этой игре, поэтому мы должны быть сильнее своего врага, поэтому вот я и придерживаюсь такой тактики, чтобы проходить все дополнительные задания, то есть, допустим, когда на твоем пути зона зараженная 23 уровня, чтобы подойти к ней, так сказать, во все оружие, вот, чувство равновесия, кстати, Элой может стрелять из дальнобойного оружия, прямо с веревок, то есть, оно дает возможность стрелять с них, но будем надеяться, что равновесие тоже немножечко у нас улучшится, не будем мы так падать постоянно, и стоит всего два очка, давайте изучим его, так, мастер уклонения, беззвучный бег, так, что у нас там дальше-то, давайте вот эту вот зону зону разбойников тоже освободим пятнадцатого уровня, тоже должна нам дастся легко, так, потратили мы немного стрел огненных, давайте восстановимся, да, то есть, игра доставляет удовольствие, когда ты проходишь ее, так сказать, не напрягаясь, не пропадаем, так, 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 вон они, нет, это не они, это долгоногие, ловчие, вот они бомбочками нас закидывают, понарасставляли тут, так сказать, ловушек, ну, извините, ловчие, нам сейчас не до вас, вот он, еще один лагерь, лагерь разбойников, и все время, когда я подхожу, я заметил, вот уже, который лагерь разбойников, давайте посмотрим, так, задание, лагерь разбойников, скала черного крыла, раз, два, три, четыре, пятый, пятый, лагерь, и все время, когда я к этим лагерям подхожу, изображение такое становится черно-белое, сразу же начинает идти дождь, то есть, так сказать, помечена территория, что там, дескать, опасно тут, видите, все в черно-белых тонах, так, вот он стоит, так, 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 не давайте, наверное, пока, незаметно, если мы начинаем действовать, то вот этот лук, высокоточный, у него урон-то посильнее, так вот, я смотрю, еще один кто-то стоит, голова у него защищена, так, 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 и нету никаких укрытий, нету никаких вот полянок, таких с травой, в которых можно укрыться, в которых можно укрыться, так, 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 я смотрю, их тут трое, нет, он еще, и вот этот вот чувак с автоматом, так, ну-ка, где-то там, больно ему, похоже, так, он еще один, попаду, нет, промахнулся, так, вот он бежит, такой страшный весь, и опасный, там со стрелой, прямо в пузе он, нападал на нас, так, 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 еще одного вижу, вот он с установочкой со своей, там кувыркается всякое разное, такой, боевик, типа, давайте его, уничтожим, так, ну, я смотрю, их много, они там, что, подкрепление, что ли, вызвали, сейчас тебе будет очень больно, а я пока там этих расстреливал-то, они тут понабежали, и один даже меня огрел, а что я говорю, травки-то нету, вот она, травки полным-полно, так, кто меня там ударил-то, так вот я в ответочку, каким-то он копьем огненным хочет меня ударить, коробка с ресурсами, отлично, целебное зелье у нас полным-полно, так, ну, слушайте, ребята, вы чё там, так вас много-то, ещё больше, чем в лагере двадцать пятом уровне, так, так, кто-то у нас тут пытается поджечь, в лагере, Продолжение следует... Так, ну промахиваюсь я, конечно, промахиваюсь вообще постоянно, но они постоянно находятся, конечно, в движении, может быть, из-за этого. Продолжение следует... Так, ну вот спрятался, смотрим, за деревом, конечно, не попаду я. Эй, выходи! На честный бой! Ну что-то прям совсем прячется, 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 прячется... А, ну я понимаю, да, он один остался, поэтому он боится, собственно. Так, ну, все. Лагерь разбойников зачищен. Десять тысяч опыта. И вот так вот там показывают каждый раз, когда мы проходим лагерь, нам его так показывают все время со стороны. Так сказать, какой вот он стал светлый и все такое прочее. Так, нам давали там сундучки, коробка с ресурсами, металлические осколки, древесник. Все это нам нужно, комплект быстрого перемещения. Так, зачистили лагерь. Так, где-то тут я видел, вот только что, прям вот, прямо-прямо вот только что был рядом костер. Я его хотел зажечь, думаю, сначала перебью, потом зажгу. Но эти проклятые кархать, мы добрались до нее. Так, где костер? Так, вон он. Ну, все, вот тут сразу же тут жители деревни такие, все. Уже сидят, обед приготовили себе, кушают. Так, сохраняемся. И идем выполнять. Вот, кстати, тут я тоже зараженную зону тоже 23 уровня. Так, и идем выполнять задание. Побочное смертельное наследство. Так, ну я прям что-то от него далековато утопал. Да нет, 400 метров. Сейчас быстренько добежим. Ну вот тут как раз поле такое плодородное. Сейчас все соберем, ресурсы пополним немножечко. Ну да, вот тут Раноман, это знатный житель города Солнца. Он говорит, там брат его, по-моему, семью. Брат или семью, кого там всех перебили, в общем, машины. Кто успел ударить-то, а? Говорит, машины там всех перебили у меня прямо в поместье. Иди, говорит, пожалуйста, разберись с этим. Как же там, поверху кто-то летает, коршуны что ли? Ну да, вон они, коршуны. У нас сейчас немного не до коршуна, потому что если все равно они, вот как я говорил уже неоднократно, то есть все они эти машины потом восстанавливаются. То есть сейчас мы их перебьем, пойдем обратно и на этом же месте будут летать те же самые коршуны. То есть если там на каждом коршуне останавливаться, на каждом жвачнике, то будем кучу времени тратить и, собственно, там особо ничего хорошего мы не добьемся. Так, ну вот поместье опять пошел дождь. Это говорит о том, что мы в опасном месте. Так, вот у него поместье довольно-таки такое большое поместье, я вам скажу. Так, давайте-ка предметы, одежду, одежку-то поменяем. Где там наша любимая одежда, гроза лучников, озерам. Ледяная охота, давайте молотобойца-зирам возьмем такую одежду. Так, уничтожьте машины. Рыскари, я смотрю, там ходят. Совсем обнаглели, говорю, эти машины выселяют людей без разбору и знатных и незнатных. Так. Похоже на пелозуб. Похоже на пелозуб. Пелозуб. Да-да-да. Это лиходей. Илой каждый раз, когда лиходей встречает, почему-то удивляется. Хотя, встречали мы уже его неоднократно. И приручали. И убивали. И ходили в зону обитания лиходеев. Но все равно, Илой каждый раз, когда видит лиходея, говорит, блин, это же пелозуб. Но только вот с оружием на спине. Не как она, бедолага. Запомнить не может этого лиходея. Так, и смотрите поместье. Так, я смотрю, вон кто-то там есть. Да, ради. Человек. Давайте, наверное, к нему сбегаем и поговорим с ним. Тем более тут осматривать нечего особо. Вот я одну зонку там вижу. Вот здесь вот что-то у нас есть. Какая-то штуковина, которую надо смотреть. Так, ну была-была, я видел. Вон она. Мне нужно пробраться внутрь. И спускает неопознанный сигнал постоянной частоты. Выводить в мастерскую. Ну там вот же был какой-то человек-то. Да, давайте, наверное, к нему сходим, спросим. Выясните, кто кричит. Да-да-да, я слышу, кто-то так кричит. Пожалуйста, выпустите меня! Вы меня слышите? Слышим. Сейчас поможем. Кто-нибудь! 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 Спасибо. Я уже не верила, что кто-то придёт на помощь. Кажется, все погибли. Нужно кое-что осмотреть в мастерской. Как туда попасть? У слуги был ключ. Наверное, сейчас при нём. Бедняга. Он служил отцу целых шестнадцать лет. Расскажи. Скажи мне, как всё произошло? Сперва крики. Я прибежала. Лиходей разорвал охранников, как куклы. Отец затолкал меня в кладовку. Он убил Рыскаря. Потом Лиходей выстрелил, и всё стихло. Я пыталась открыть дверь, но он меня запер. Он спас тебя, и я уже не скажу спасибо. Ты знаешь, откуда явились машины, и почему они вообще напали? С каждым годом машин в наших краях всё больше. Поэтому отец и усилил охрану. Но таких нападений не случалось. Я не знаю, в чём причина. Жди тут. Я осмотрюсь. Хорошо. Я хочу проститься с отцом. Так, ну, говорит, машины вроде были, вроде нападали. Но так, чтобы кого-то там убивать, такого, говорит, не было такого жестокого нападения. Так, водите в мастерскую. И что, тут где-то какой-то тайный вход есть? Или, может, какой ключ надо найти? Со всех сторон она закрыта. Со всех сторон закрыта. Подхода никакого нет. Так, ну, сейчас будем осматриваться. Так, вот я смотрю, там выломанная какая-то дверь. Наверху. А нет, всё оказалось намного проще. Как мне попасть внутрь? Найдите ключ от мастерской. Так, ну, где-то, наверное, должен быть вот. То, наверное, может быть вот у него. Или... Вот у него. Где ключ-то? Ну, я смотрю, да, тут много перебили-то людей. Так, ну, я даже не знаю, чего делать-то. Где-то, где этот ключ искать-то. Может быть, всё-таки попробовать залезть наверх. Вот какая-то точка отошёл, и какая-то точка появилась. А, ну, это... Это то, что... Нет, вот оно здесь. Так, ну и сканер-то, собственно, нам ничего не даёт. А, ну так может быть он здесь. Так, это чё там? А, может, это услуги? Да, ради сказала, ключ должен быть у него. Что я, как всегда... Вот ключ. Самую важную информацию-то прослушивал, блин. Что, оказывается, ключ должен быть у услуги. Вот хожу и... Не понимаю. Так. А с какой стороны-то? Вот с этой, да, была? Дверь. Так, вот он, источник сигнала. Это устройство испускает сигнал. Возможно, именно он и привлёк машину. Я отключила сигнал, но кто-то намеренно заманил сюда машины, чтобы убить всех в поместье. Так, ну да, мы вот же ходили. Так, сейчас, одну секундочку. Ходили. Дервал, Дервал его, по-моему, звали. Да, вот Дервал. Ходили, когда Эрзу искали. Дервал там как раз вот такие вот устройства-то и делал. Я нашла приманку. Кто-то нарочно вам её подложил, чтобы заманить сюда машины. У твоего отца были враги? О, Ранаман. Мой брат. Он проигрался, воровал, пытался вымогать. Когда отец его выгнал, поклялся отомстить. Это Ранаман меня прислал. Чтобы я прогнала машины от его наследства. Какой подлец. Надо что-то делать. Чего нельзя, сестра? Получить моё наследство? Мы из одной колыбели. Убийца. У тебя нет чести? О, видимо, нет. Зато будет поместье. Увидишь отца, передай, я благодарен за богатство. Что до тебя? Это устройство призовёт новые машины. Это ведь проще, чем убивать тебя сами. Но тут же Коршун у него напал. И уничтожил. где вот он мог это устроиться взять только удорвала я считаю как это корж уже до коржу ты ух ты прямо как они сильно то так я думаю почему я не причиняю вреда и аж этот стрелу то другую выбрал думаю ничего понять могу что они не горят так ну это там неудобно так свалился конечно на крышу прямо так а вот и тут кто-то такой интересно мне это тоже коршун коршун такие просто пикирующие атаки делает как будто бы буревестник так ну всех перебили мы коршунов давайте все с ним соберем и пойдем поговорим с доради ну вот я я говорю этот у них там да даже внутри семья не там что-то поделить не могут наследство наследство все жестокий мир хорошо что есть добрые люди как ты они только такие подонки как мой брат мой отец всегда славился своей щедростью и я продолжу эту традицию возьми пригодится в твоих странствий так побочное задание выполнено смертельное наследство коробка с внушительной наградой опыт 3750 так ну и почти павших мертвых мы хотели с вами дополнительное задание выполнить давайте посмотрим что там за награду нам такую дали металлические осколки сталижок так ну и я видел ту зараженную зону 23 уровня вот она предлагаю вам сходить к этой зараженной зоне освободить ее от разбойников а потом отправиться выполнять вот это вот самое задание почтить память мертвых почтить память павших еще вот коробку нам там дали собиратель детали морозильная вода так сейчас мы пойдем быстренько к этому когда этого костра доберемся сохранимся что там у нас все так 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 стрелы делаем все делаем ну а потом уже после вот этого дополнительного задания что на такой довольно таки объемники должно быть потому что там надо нам и туда сходить туда в трех местах побывать а потом уже пойдем и выполнять основное задание наконец-таки так вот там далеко придется бежать так но я надеюсь во время нашего с вами бега мы пособираем там всяких разных растенец лекарственных как давайте наверно вот так вот сделаем до костра сначала до бежим сохранимся то есть нам надо будет побывать на солнечном перевале в озерном храме и храме королей но потом я так полагаю что с подробным отчетом нам надо будет вернуться в город солнце так